кто-то взорвал кремль кто тут идея фикс спустя полтора часа кто-то нажал кнопку сколько может послать исходный поеток в кремле две минуты что такое лефорт это улыбчивые люди тебя встречают как дорогу в гости человек изгнаете красноярске не владею спасти свои погоны я к сожалению не пригодился своей родине это все на разрыв ну родина стала мачехой ну так и мы о чем мы говорим все время я хочу быть нужен вот правда своей семье и своим близким когда его посадили ему было чуть за 20 опера в син и исследователи очень хотели всем показать что он радикальный националист не очень удалось у нас сидел пять с половиной лет а сейчас живет в германии и работает с беженцами всех народов иван белоусов его дело очень известное если что ссылочка в первом коменте на его дело валя привет воля привет рад тебя видеть я тебя рада видеть вань почему-то уехал ну невозможно жить в тюрьме это когда ты даже после тюрьмы ты освобождаешься ты все чувствуешь себя в тюрьме ты чувствуешь себя не безопасности потому что на протяжении многих лет люди обреченные серьезной властью угрожали и когда я понял что в российской федерации невозможно добиться законного справедливого решения я понял что нужно из страны уехать потому что я не хочу я не хочу я не хочу снова вернуться в тюрьму а это возможно я чуть напомню фабула дела она очень интересная жил был молодой студент ваня он был политически очень активным но 20 лет он смотрел на разные политические течения он смотрел на антифа он смотрел на нацболов он смотрел на левых смотрел на правых смотрел на футбольные фанатские группировки он со всеми тусовался и искал себя и однажды в 2007 году на манежной площади рядом с кремлем случился взрыв взорвался фонарный столб и следователи не стали особенно искать кто же взорвал столб и вана вычислили по валидатору валидатор у него был именной проездной билет они просто брали всех кто был в этот момент рядом и не смотрели на камеры видеонаблюдения иван получил сначала по хулиганке хранению оружия потом его приговор два раза отменяли два раза дело пересматривали ему утяжеляли обвинения очень сильно за него боролась его тетя и она пришла в русь сидящий педиатр доктор и она смогла она смогла ваня не знал что он политически ваня ты узнал об этом в тюрьме что ты политически как-то узнал да это интересная была трансформация сознания потому что когда первые месяцы наверное даже первый год ты находишься в тюрьме то что предъявляет тебе следствие следствие они не смогли объяснить мотив то что мне вменяли экстремистский мотив на самом деле материал их дела у нигде не отображен но из разговоров следователей оперативников фсб мвд их интересовало больше мои политические взгляды и мой круг общения исходя из политического предпочтения эти разрабатывали они себя разрабатывали да они это первые минуты когда меня арестовали их не интересовало интересы материалов дела или какие-то вопросы связанные со взрывом их не рисовал только одно рассказывай про своих друзей нацистов когда ты оказываешься первые минуты на тебя начинают оказывать определенное давление это естественно это придумывают да что сейчас там не говорили столько всяких нехороших вещей мягко сказать что моя рума и допустим родственница ее выгонят из германии действительно моя сестра давно много лет живет германии да и что ее лишат гражданство что мне сделают мяперы крик перед переквалифицирую статью на терроризм и многие-многие страшные вещи но тогда я все равно не понимал а что такое быть политическим заключенным до в тех реалиях тех условиях да ведь основная причина всего что ты не соглашаешься с ними потому что ты этого не делал ольга если бы я действительно сделал это преступление я бы признал вину я бы не бился за это так как я бился за свою правду и вот эта правда она базируется на том требование я требовал закон чтобы разобрали по существу я допускаю я допускал тогда свои 20 лет что следствие может быть ангажировано следствие хочет закрыть дело но я рассчитывал на суд я тогда находился конечно в определенных скажем так не очень розовые очки хорошо розовые очки назовем назовем это так бесспорно да и я думаю все таки что суд есть и что суд сможет установить истину да хотя там что черное это черное белое это белое а не наоборот но к сожалению российского суда нету ну подожди это же совершенно очевидно потому что раз следствие главное фсб нашли исполнителя взрыва рядом с кремлем и назначили тебя подожди секундочку это означает что сейчас скажут что извините нет мы ошиблись ребята вы чего это кремль то есть вы на самом деле взяли не того а где тот а где тот вы знаете мне потом уже когда был отменен приговор и я вышел под залог я ходил своими ногами на ознакомление к материалов дела в главном следственном управлении государства потом я ходил своими ногами на суд да я у меня происходило чудесное общение с некоторыми следователями гсу просто ели и курили да я к тому времени уже красота главное следственное управление да по городу москве это курил со следователями они мне просто совершенно открыто говорили да ты же понимаешь но так устроен ну ты все равно будешь виновен но по-другому кто кто-то за это будет что ли отвечать не совершенно мило они так и говорили они то живут других реалиях когда они друг у друга дела покупают для статистики чего здесь удивляться хотя ольга вдумайся по версии следствия я лишь только перенес взрывное устройство кто изготовил неустановленные лица кто мне передал неустановленные лица кто в конце концов взорвал они неустановленные лица потому что по версии следствия я лишь заложил а спустя полтора часа кто-то нажал кнопку и это все неустановленные лица чтобы полтора часа стоял бесхозный пакет около кремля это невозможно мои адвокаты мы проводили следственный эксперимент сколько может просто бесходы по это по кремле две минуты сначала появляется человек в ништадском так называемый да мужичок а потом появляются сначала дпс патруль и все и момента моментально сразу просматривают пакетик как к тебе как к политическому относились другие заключенные был разный опыт опять-таки самые сложные были конечно первые месяцы нахождения там да а ты был в лефортово я был сначала меня арестовали я сидел на бутырке последствия меня перевели в лефортово я просто хочу сказать что бутырка это обычное сизо лефортово это специальное сизо ну хорошо по столичью тюрьма по 11 фсб поэтому вот такие как иван это туда так что такое лефортово что такое лефортово лефортово это улыбчивые люди персонал до после бутырской тюрьмы это сразу контраст конечно это и полная изоляция что в первую пугает потому что после бутырского опыта когда не что где телефоны где дороги где все в дороге и ночь дороге это межкамерная связь а то можно записочки с камера в камеру но самое приятное бутырьки я вам скажу это другое вот именно что есть жизнь что ты слышишь других заключенных ты их видишь да ты не чертовски при это чертовски приятно что ты не один а когда попадаешь в лефортово да как я сказал тебя встречает очень приятливые люди все все согласно процедуре тебя придут помыться составляют описи деликатно всех твоих вещей с тобой возговорю культурно на вы время не ограничивают мыть то есть не 15 минут как обычно да это должно быть и тебе тебя встречают как дорогого гостя да потом начинается этап карантина тебя забирают все твои вещи ты еще не осужденный человек да но тем не менее тебе дают уже робу настоящую лагерную робу и дальше первые минуты первые часы наверно хождение там просто с ума сходишь ты думаешь что тебя ждет потому что легенда лефортово окутана их тьма кто-то говорит что там играют бильярд а кто-то кого кто-то зэки разговаривают что там пытают и загоняют иголки простите под ногти да но это все досужий разговор тем не менее страшно ты не понимаешь что если бутырский опыт ты уже пережил ты понимаешь как нужно там действовать нужно общаться то здесь ты не понимаешь ничего и тебе 20 и тебе 20 из но будет лефортово чем уникальный лефортово там сидят в маленьких камерах 32 человека иногда есть там ним есть камеры которые рассчитаны на на большее количество людей но это в основном там сидят люди мигранты кто незаконно пересек границу это подвесно фсб соответственно люди оказываются при форту надо понимаешь если ты сидишь в камере еще под следственной сидишь вдвоем то один из вас на сетка то есть стукач сто процентов и если это не ты значит кто-то другой и так она и была и первой камеры до куда меня распределяли оперативники это не с очень мягко скажем хорошим элемент находился это те кто сотрудничал по своим делам со следствием это люди те кто скрывался те кто давал показания по другим делам да и в общем было очень приятно как нужно себя вести вот вот ты попадаешь в камеру у тебя есть один единственный собеседник неизвестно до сколько и вот ты вообще понимал тогда что это стукач я да конечно конечно это просто бутырки уже понимание верь не бойся не проси эти принятия уже научили нет он и на бутырки со мной сидел меня пытались подпаивать и на бутырки там и самогон сделали чего ну как ты хотела конечно мне налили мы с удовольствием пообщались но в силу того что мне рассказываете ничего не интересного то нету по поводу преступления да в общем мы просто хорошо выпил бесплатно хорошо вот твой со камерой теперь раз его видишь вот он наливает тебе водки или браги вот ты выпиваешь и он тебя спрашивает что да расскажи и ваня как же ты тут оказался ты рассказываешь что ты не вот мир мне хотят пришить что я сказал что я сделал взрыв на манежной площади а я его не делал и вот процессе пытаются тебя разговорить да но моем случае все было очень просто мне рассказывать нечего не придумывать не надо слышать в лефортово в лефортово говорят есть легендарный дворик 1 погулочный если утром часов 7 получалось так удачно что прогулка совпадала том поднимаясь наверх и погуляя в этом погулочной дворике можно было ощутить запах чудесный запах кондитерских изделий потому что где-то рядом на хай находилась булочная очень часто просили заключенных они прошу прощения работников нас в первой дворе потому что там пахло это отчет ли отчетливо ярко и ходишь и мечтаешь о выпечке смешно но тем менее это отвлекает ведь очень важно всегда отвлекаться вот этих стен как-то пытаться абстрагироваться мне помогала помогали книги и нужно дать должное в лефортово классная библиотека благодаря контингенту людей кто там сидит потому что можно передавать книги с воли раньше можно было сейчас да а видишь как чуть-чуть меняется да и там была потряса огромнейшая библиотека действительно в том числе я был удивлен даже запрещенные книги даже запрещенные книги например воспоминания немецких генералов 1 господина манштейна а с этой книгой была история в зоне когда на комиссии московского меня обнаружили эту книгу не у меня она находилась у нас в отряде в силу того что я очень любил читать и своем отряде уже в зоне я держал книги держал баулы с книгами и другие заключенные до приходили мы просто обменивались книжками но они у лежали у меня в коптерке в моем бараке и когда приходит пришла большая комиссия проверочная мы четыре часа стояли на плацу ждали это по воспитательной части и они прошли по пожилым помещениям и одному человеку заинтересоваться кому-то понадобилось залезть мой баул с книгами и достали книжку манштейн утерянные победы там была свастика да но это же просто воспоминания человека что вы думаете после а ты у нас проходишь как радикальный нацик я не ну в тот момент тогда в зоне это интересовало это мало кого интересовало да кем я был тот момент даже не было нациками когда я могу сказать что по ними ты правильно сказала самом начале это был определенный поиск нацелетические идеи меня и меня действительно интересовали но в процессе своего роста я постепенно как-то тоже трансформировался меня и левые идеи танцевали не утраскизм да я совершенно это был этот котел действительно ты ищешь себя тебе интересно ты двигаешься да с одними людьми пообщался с другими раз это читаешь лимонова не означает что ты лимоновец совершенно верно также здесь есть если ты считаешь манштейн это не означает что гитлерист но в итоге я закончу с этой книжкой можно же и до столба докопаться а это нужно сделать на комиссии итоге сказали что книжка не может быть она за она запрещена и у меня были потом большие проблемы как с администрации так и с представителями криминалитета про криминалитет это просто вот все таки когда приезжает зону политический все равно после карантина происходит некоторое разъяснялого да и всякое бубилого происходит некое определение да как это происходило ты же в разных зонах сидел везде же есть блаткомитет ну кроме зона номер два в покрове да так или иначе я мне довелось как бы я находился в двух зонах на двух зонах в тульской области и в краснодарском крае и опять таки все как и вся россия да и все зоны они очень разные с криминалитетом у меня было неприятное общение назовем это так это действительно в краснодаре когда у меня был отменен приговор верховным судом отменен тогда приговор да и то из москвы прилетели командировочные ребята фсб фсб про мою душу в краснодарскую колонию зачем чего не хотели они также продолжали угрожать что ты жалуешься мы тебя все направим в красноярск в итоге общение не состоялось потому что когда я попросил назвать их фамилии и показать удостоверение естественно не отказались я представился я отказался разговаривать с неизвестными людьми на что был был послан на три буквы шана открыто и сказал что все равно мы будем разговаривать в красноярске вот эта идея фикс человек изгнаете красноярске не было идеи фикс спасти свои погоны потому что кто-то взорвал кремль кто сказали же что белогусов а теперь говорят что это не я то есть время говорит и путем за счет кого-то да я оказался как раз глиной вот лапах наверно так ну хорошо вот приехали фсбшники и дальше и после неудачного общения но фсбшники то еще пытались к пока пока мере были разговоры с администрацией колонии что потом мне сами сами работники колонии объясняли что те хотят испортить жизнь здесь ну понятно причем здесь криминалитет дальше что потому что по криминальной линии тоже было сообщено что белоусов такой негодяй подонок и фашист и вот после этого общения с фсбшниками московскими в ад комитете фашистов и любят до 3 года там страшно с ними нет тут вопрос другой преступность не имеет национальности так объясняется там поэтому совершенно а из естественно националистов людей еще к тому же кто активно отстаивает что какая-то на нации выше других конечно их не них не любят мягко сказать да и как бы что происходило это на заметку на цикам на заметку националистам в тюрьме таких не любит поехали дальше но в то же самое в тюрьме понятное дело что человек за образ жизни спроса нет если человек я вызывает бат комиссия до фашист рассказывай вот рассказывай что что у тебя происходит почему тебя люди из москвы приезжают к тебе к тебе сюда за 1200 километров до еще нам задают вопросы непонятного характера я соответственно все объясню как как она есть да мне мне было гораздо проще на самом деле с людьми со многими общаться да потому что я вот сидел голова ольга как вот как перед тобой и людям рассказывал свою правду мне не нужно было ничего придумывать мне нужно было не совершенно так легко давались диалоги рассказал бат комитет смотри их интересовало всех интересует свою внутрь и свое спокойствие на переручить тихая спокойствие внутри зоны и мы все там как на ладони силу того что я жил вместе со всеми то естественно так или иначе я мы поддерживали друг друга мы поддерживаем заключенных мы поддерживаем друг друга моих близких моих знакомых мы живем вместе по ментовским пардон представлениям это поддержка воровской субкультуры до в карелию за это сразу дают изолятор если мы вместе чай попили да например то там совершенно другое и когда я видел что только общаясь с такими же причем мы сможем здесь выжить единомышленниками да с людьми кто ценится свободу от комитета хватило терпения тебя дослушать до конца я нормально сказал что самое главное в ад комитет мне сказал что живи здесь как ты и жил я был уже несколько месяцев до этого мы все как на ладони это это приговор в ад комитета то есть это их решение они по результативка результативка да их решение да что меня оставить в покое свое мне сказал положение что свои проблемы сможешь и только в москве так и решай иди живи дальше так давай расшифруем положение с тем не менее ты попал попал снова как я понимаю в московское сизо это была основа бутырка когда пошли новенький политзаключенные как раз после болотного дела вернее момент болотного дела и ты всех наших встретил всех болотников да действительно это было после отмененного моего приговором когда я приехал с констандарской тюрьмы я находился уже на бутырке и когда приходили ко мне члены унка зои светлого нас всех собирали кому приходила унка и сесть тогда болотников активно посещали да и мы с ними всем со всеми познакомились и вот тогда я увидел действительно первую после масс так называемых до массовых беспорядков я видел ребят которые некоторые из них идейно они идейно пошли в тюрьму они знали что могут сесть не побоялись этого вот это как раз политические заключенные которые наверное это лучше всего описывается они прорвали кольцо в и 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 Милицейское оцепление восстановлено на данный момент, но какая-то часть уже стоит за кольцом. Это была крупная политическая волна. Слушай, это уже другая была бутылка. И как к вам относились? Ты уже вошел в эту обойму, да? Они политические, ты политический. И как? И как относились и блатные, и сотрудники? Сотрудники относились... Они никак не относились. Сотрудники не позволяли себе ничего лишнего. Некоторые сотрудники... Да ладно, один там был легендарный, я все-таки про него много слышу. Я пока не мере... На бутырке я не слышал ни одного, пока не мере, случая от тех же Болотников, да, или конкретно, чтобы на бутырке людей забивали насмерть. Нет, нет, не было. Пока не мере то, что я слышал, когда я там сидел. Я хочу вам сказать, что до среди работников СИНа я встретил много абсолютно нормальных, адекватных и приятных людей. Хочу вам сказать. Но, к сожалению, их становится все меньше. Нет, вот тот парень, которого мы не назовем по имени. Мы не назовем его по имени. Мы назовем по имени, но очень многие о нем вспоминают, и он всегда очень поддерживает политические. Он, на самом деле, относился с большим интересом, он относился с пониманием, да, и он понимал, что вот эти ребята, которые здесь находятся, в первую очередь, конечно, Болотные, да, они немножко другие заключенные. В плане того, что они попали сюда, не приобретая что-то для себя, да, а в какой-то степени что-то отдать, и за это они пострадали. А Блата никак относились к политическим? Я не могу сказать, что было какое-то негативное отношение. На самом деле всем все-все равно. Если ты общаешься с людьми, если у тебя есть какой-то совместный интерес, и ты можешь как-то это прояснить, ведь на самом деле у меня было интересное общение на политические темы с теми же представителями криминалитета, с разными смотрящими, ребята, да, кто там за общие в отряде смотрит, еще за чем-то, да. Разное общение, всем так или иначе интересно, да. Но негатива, какой-то ненависти, я честно скажу, я не встречал им. В те времена, один наш, наверное, общий знакомый, когда он попал в ВВС после очередного нашего политического выхода, вдруг внезапно, в этот момент взяли блатных, таких вполне серьезных. И был там вполне себе криминальный авторитет, который с большим любопытством смотрел на вновь прибывших с митингов и спрашивал все время, что вы ходите, вот что вы ходите. Надо сказать, что публика справа интеллигентная, которая, и, в общем, многие преподаватели высшей школы, которые любят объяснять. И вот его объясняли, объясняли, кстати говоря, я очень хорошо помню, как его зовут, его звали Вова Хороший, сначала все думали, что погоняло, то выяснилось, что у него фамилия такая Вова Хороший. И вот этот Вова Хороший говорит, что вы ходите, что вы ходите, рассказали все. Он говорит, так, 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 а вот один из нас, Болотник, Сергей Кривов, получил 4 года. Он говорит, что, 4 года? Вот за то, что вы ходите. Он говорит, ну вы точно идиоты. Он говорит, за 4 года. На 4 года, что 8 магазинов можно взять? Человек мыслит другими категориями, масштабными. Абсолютно, другие масштабы. Эти дураки выходят на улицу, когда можно 8 магазинов взять. Да, за общее дело. Но за общее дело иногда и там люди страдают. Так вот, ты уехал в Германию и чем ты здесь занимаешься? Ты социальный работник. Совершенно верно. А у тебя теперь есть специальное образование, да? Еще нет, я еще учусь. Я еще не закончил, я не сделал свой бакалавриат. Но у тебя университет социала... Это фахукшуля по-немецки. Высшая профессиональная школа. Точно. Назовем так. И ты будешь социальным работником, то есть ты и сейчас социальный работник, а будешь социальным работником, я не знаю, высшего порядка. Нет, я просто буду так называемым специалистом, да, как фахкрафт. То есть я именно буду специалист в области социальной работы. Я занят в двух направлениях. В первую очередь, это помощь людям, взрослым, кто в силу своих жизненных обстоятельств опускается на социальное дно. Мои все клиенты, это люди, кто страдает психическими заболеваниями, связанные очень часто с приемом тяжелых наркотиков и последствий алкоголизма. Это люди зависимые. У меня в данный момент 9 клиентов. Моя задача научить протянуть руку помощи, подсказать и дать надежду, что их жизнь может улучшиться и может только идти вперед. Моя задача – это создание определенного комплекса, так называемой социальной связи выстроить для этого человека. Под каждого человека разрабатывается индивидуальный концепт. Это в рамках так называемого бетроида с волнен. Я не могу перевести это по-русски. Это так называемое обслуживание, извините грубо, но обслуживание не то слово. Бетроинг – это как сопровождение на дому. Назовем это так. То есть я действительно прихожу домой к людям, я смотрю, как они живут, я смотрю, чем они занимаются. Наркоманы здесь посещают программу. Они получают наркотик легально. Методоновая терапия. Абсолютно верно. Которая существует здесь много лет. И то, что запрещено в России. Совершенно верно. То, что запрещено в России. Поскольку есть положительные результаты, и я знаю таких людей, кто полностью завязывал с тяжелыми наркотиками. Я тебе хочу сказать, что есть такая целая страна, Португалия, где отменили вообще все наркостатьи, и у всех есть доступ к методоновой терапии. И пошел резкий спад всех наркоманских преступлений. Потому что ты легально можешь против доктора, сказать, доктор, умирай, дайте дозу. Тебе не надо воровать. Тебе не надо делать закладки, покупать. А если тебе нужно повеселиться, тебе взять негде. Потому что, а что, у всех же есть доступ. Ходят. А повеселиться ты не пойдешь с методоном. Но подожди. Еще можно разговаривать. Это целая программа, да, отдельная. Они могут годами длиться, и мы с тобой будем об этом говорить, и все время новое что-то найдем. Беженцы. Потому что, когда мы с тобой встретились несколько лет назад в Киольне, я ходила и смотрела на очень интересные вещи, на красивые, построенные, новые дома, очень хорошо сделанные, прям вот богатые дома в центре Киольна, где живут дети, где живут подростки, беженцев, у которых нет родителей. Расскажи про... Занимаешься ли ты беженскими программами, и что там? Так сложилось, что, когда я приехал сюда и подал на убежище, то немецкое государство предусматривает обязательное нахождение во временных лагерях, так называемых, по приему беженцев. Я все это прошел здесь. Это, конечно, не сравнить, просто это название страшное, лагерь, на самом деле, ничего общего с российскими лагерями это нет, естественно, но тем не менее, мне пришлось несколько месяцев пожить в этих приютах. И в последнем своем приюте, где я сначала был прописан, там жил, получал питание, потом же я стал там и работать. И вот, проработав там год, потом я нашел другую работу, где я сейчас и продолжаю, в Киольне. Но с беженцами, конечно, у меня все равно осталось и воспоминание, и большой опыт. Потому что через меня прошло сотни людей. Но я работал в лагере, так называемый, первого приема, где люди приезжают, вот только-только они где-то сдали документы, они запросили убежище. В моем случае я был, допустим, я это в Дортмунде делал, в городе, а потом распределяется чудесным образом, ты можешь оказаться вообще во всей Германии. Тебя могут с запада отправить на восток, с востока на запад, по зависимости от квот. Это были граждане каких стран, национальностей? Большинство, в тот момент, когда уже я приехал, очень много было сирийцев, уже было меньше. Афганистан, конечно. Азербайджан, кстати, я встретил ребят. Армян было много. Потом, да, это была волна определенная, да, из нашего и союзного государства, кого я еще могу. Ну, естественно, чечены ребята были. Но, в основном, это был Афган и много из Африки. Вот. И работа с беженцами, она представляла из себя... Мы оказывали как бы первичную помощь. То, что мы могли просто подсказать, да, размещение в приюте, какие-то правила, да. Но я там вел, допустим, курс для русскоязычных детей. Я ввел курс немецкого языка. Я параллельно учил сам немецкий. Поскольку я приехал, я остался нуля учить немецкий. Я раньше учил в школе, но мой немецкий оставлял желать лучшего после школьной программы. И я преподъедил курс для детей в рамках своего приюта. Ну, ты знаешь, мне кажется, это очень такая большая, глубокая такая дуга между твоими двумя вот судьбами. Человек, который был обвинен в России в радикальном национализме и, в общем, за это посажен, переехал в Германию, занимается помощью беженцам. И хороший социальный работник, просто, ну, не будем скрывать, да, я там знакома с твоим руководством, да, которое тебя очень любит, ценит и так далее. И вообще-то ты мог бы заниматься этим в России, пригодиться там, где родился. Да. Только ты не пригодился родине, тебе не обидно? Ну, родина стала мачехой. Я, к сожалению, не пригодился своей родине. Я совершенно уверен, что я могу много дать своего. И здесь я научился еще большему, находясь в Германии. Потому что то, что сделали немцы, ту систему, ее можно ругать, она не совершенно нет рай на земле, да, но человек здесь ценится. Вот как ни крути, он ценится, я правда это вижу. И то, чему нас учат, и как нас учат в социальной работе, да. А я еще знаю, что ты ходишь волонтером в тюрьмы. Я участвовал в одном проекте, люди, когда освобождались, да, здесь же тебе предоставляется помощь, например, чтобы... Ресоциализация, то, что называется. Социализация, и также медицинская помощь, чтобы преодолеть посттравматический синдром. Потому что человек, когда по немецким меркам... Минуточку, 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 минуточку. А еще раз, чего преодолеть? Посттравматический синдром. То есть немцы считают, что человек, который находился в тюрьме, а для немца, между прочим, год в тюрьме, это пипец, это все на разрыв. То есть и после нахождения в тюрьме у человека, у любого возникает... Посттравматический синдром. И человеку нужна квалифицированная психологическая помощь. Ну, так и мы о чем и говорим все время. Вот, и главное здесь... Это в России что-то люди говно, да? Ну, что такое? А тут... А здесь государство предоставляет людям возможность действительно ресоциализироваться. Да, тут тоже много сложностей, но возможность есть... И тут тоже не зайчики пушистые в тюрьмах сидят. Тут тоже не зайчики пушистые, да. Но, тем не менее, я знаю людей, которые, работая в тюрьмах, освобождаются, и у людей по несколько тысяч евро на первое время есть. Работая в тюрьме, люди могут себе неплохие деньги заработать. И очень часто ключи от квартиры, от социального жилья, да? И учатся дистанционно, да. И ладно, здесь более широкие возможности для человеческой реализации, неважно где, будь то ты в тюрьме, будь то ты на воле. Скажи, а ты думаешь... Тебе сейчас 32, 33... 34. 34. Ты думаешь, что когда-нибудь наступит такое время, и ты вернешься в Россию, и будешь нужен своей родине? Ты знаешь, Оль, я перестал мыслить такими категориями, честно. Я хочу быть нужен, вот правда, своей семье и своим близким. И нам всем, моим, нашим друзьям. Я хочу вернуться, да. И я знаю одно, что в России непочатый край. Как раз то, что я учу, то, чему у меня лежит душа. Я хочу помогать людям, и я знаю, что в России нужно полностью переделывать социальную систему обеспечения. И здесь я смотрю, я ловлю тонкие моменты, как можно немецкие системы, немецкие концепты, немецкие теории применять на наших российских реалиях. Не подчатый край работы. Мы с тобой одним и тем же занимаемся, только я смотрю, как тюрьмы переделывают на немецком опте, а ты смотришь, как социальную работу переделывают. Переделывают, да. Переделываем. Но я сейчас вспомнила забавный мем, может быть, ты его не знаешь, ты давно уже не в России. Верните мне мой 2007-й. Верните мне 2000-й. Я не помню, нет, а что? Это популярный русский мем. Верните мне мой 2007-й. В 2007-м тебе взяли. Да. Не возвращайте Ивану 2007-й. Спасибо. Спасибо, Вань. Вам спасибо. Спасибо, Вань. Спасибо.